Приветствую на канале Девайс, дорогой друг! Сейчас я расскажу о лучших беспроводных колонках для компьютера в 2024 году. На первое место сегодняшнего топа я поставил систему формата 2.0 с парой двухполосных колонок Edifier R1580MB стоимостью порядка 9800 рублей. Мощность каждая из колонок 21 Вт, интерфейсы 6.3 джек, RCA, два разъема для микрофонов и Bluetooth. Также возможно подключение к аналоговому аудиоразъему 3,5 мм через штатный переходник. Колонки работают от бытовой электросети. Корпус изготовлен из MDF, есть удобный комплектный пульт дистанционного управления, звук приличный, басы присутствуют. Но для полного счастья не помешал бы сабвуфер. В целом модель R1580MB от Edifier вполне можно назвать оптимальной по соотношению цены и качества, по крайней мере для сегмента до 10 тысяч рублей. Подпишись на канал, поставь лайк под видео, если интересуешься компьютерным железом. Делись своим мнением и задавай вопросы в комментах. Второе место топа досталось мощным напольным колонкам Audio Pro A38. Эта акустика формата 2.0 обойдется около 87 тысяч рублей. Система включает в себя две 75-ваттные колонки с отличным звучанием и кучей интерфейсов для подключения всего и вся каким угодно способом. В том числе есть HDMI, беспроводной модуль с Wi-Fi и Bluetooth и поддержка мобильных технологий AirPlay 2 и Google Cast. Все это управляется и настраивается пультом через приложение Audio Pro Control. Выглядят колонки стильно и солидно, сборка качественная, пульт алюминиевый, удобный. Звук мягкий и объемный. Мощности и басов поменьше, чем у флагманской акустики A48, но старшая модель и стоит тысяч на 25 дороже. Если есть что сказать, добро пожаловать в комментарии, задавай вопросы, делись своим мнением, общайся с другими пользователями. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если интересуешься компьютерным железом. Третье место досталось четырехполосной звуковой панели Redmi ASB02A от Xiaomi. В магазинах этот компьютерный саундбар можно найти по цене в районе 4000 рублей. Десятиватная колонка ASB02A оснащена встроенным микрофоном, аккумулятором емкостью 1500 мАч и симпатичной RGB-подсветкой с 16 светодиодами и 5 пресетами. Звуковая панель от Xiaomi отличается весом менее 700 граммов, удобным размещением под монитором, низкой задержкой Bluetooth, стильным металлическим корпусом и приятным сбалансированным звучанием, пусть и не особо мощным. Помимо беспроводного интерфейса, у ASB02A имеется USB-C для зарядки, USB Type-A для флешки и аналоговый аудиоразъем 3,5 мм. Звуковая панель позиционируется как компьютерная, но ясное дело, подключать ее можно и к другим устройствам. Было бы желание и Bluetooth. Можно и на природу эту колонку взять, если хватит мощности 10 Вт и есть куда положить штуковину длиной чуть ли не полметра. Загляни на мой телеграм-канал, там ты найдешь обзоры, сравнения и рейтинги железа. А еще уникальные промокоды для выгодных покупок. Ссылку на канал ты найдешь в описании под видео. Подписывайся! На четвертое место топа я поставил еще одни колонки Edifier формата 2.0, модель G5000. Их можно купить примерно за 31 килорубль. Эта акустика вдвое мощнее, чем R1580MB с первой позиции рейтинга. И если дизайн лидера топа ближе к классическому, то G5000 оформлены более футуристично и по-геймерски. Звучание также заметно лучше, чем у R1580MB и младших представителей G-серии. Звук более объемный и детальный. Что еще? Модель G5000 подключается к компьютеру и другим устройствам посредством Bluetooth. Помимо беспроводного интерфейса есть коаксильный и оптический S-PDIF, джек 3,5 мм и USB Type-B. В целом же могу сказать, что колонки просто бомба в плане дизайна, подсветки и звучания. Вопросы к производителю вызывают только панель управления. Кромкость регулируется ступенчато, более точную подстройку придется производить ползунком операционной системы на компьютере. А еще странно ведут себя кнопки переключения подсветки и режимов. К их поведению, конечно, можно приноровиться, но зачем вообще это делать? В колонках за 30 тысяч производитель мог бы и более серьезное внимание уделить элементам управления. Пятое место в рейтинге заняли лучшие компьютерные колонки в сегменте до 20-ки – JBL Quantum Duo. В магазинах их можно найти по цене в районе 17 тысяч рублей. Акустика от JBL славится характерным фирменным звучанием, и беспроводная модель Quantum Duo в этом плане не исключение. Звук здесь действительно отменный. И все остальное на уровне, и дизайн с подсветкой, и качество материалов и сборки, и все-все-все. Еще и слот под карту памяти microSD имеется. Понятно, что не каждому эта фича пригодится, но пусть будет. Место много не занимает, жрать не просит, ведет себя прилично. Из недостатков могу отметить разве что дебильные настройки по умолчанию, вернее одну настройку одной опции. Дело в том, что по дефолту у колонок внезапно и с завидным постоянством теряется соединение. Происходит это из-за того, что Quantum Duo всю дорогу подозревает пользователя вне активности и каждые 15 минут вырубает связь. При этом идиотизм производителя накладывается на нелюбовь наших людей к чтению инструкций. А в инструкции как раз черным по белому написано, что со всем этим делать. Надо всего лишь зажать и удержать в течение 10 секунд две кнопочки. Кнопку смены режима подсветки, которая самая левая и в виде стилизованного солнышка. И самую правую кнопку выбора цвета, которая красненькая. Прямо красносолнышко получилось, как в былинах, сказках и прочих мультфильмах. На шестом месте сегодняшнего рейтинга я решил определить бюджетную акустику 5.1. Увы, количество беспроводных систем в этом сегменте можно пересчитать по пальцам. А если рассматривать ценник до десятки, то хватит и одной руки. В итоге задача свелась к выбору между продукцией российской компании Dialog, российской L-Tronic и компанией Sven, косящей под финнов, но по факту тоже российской. Я остановился на Dialog AP540 стоимостью около 9000 рублей, потому что, а почему бы и нет. Эта система не хуже конкурентов, а кое в чем и получше. Звук для своего сегмента, достойный меломанам-аудиофилам, конечно, не зайдет, но им я посоветую пройти дальше по коридорчику и направо. Да-да, где ценники шестизначные. Итак, Dialog AP540. Есть RCA, USB, Bluetooth и слот под карту памяти microSD. Система умеет воспроизводить MP3 с флешки, подключаться к аудиоразъему 3,5 мм с помощью комплектного кабеля и запоминать 20 радиостанций. Я лично вообще смысла в FM-радио не вижу, но лишний плюс к функциональности запишу. Общая мощность системы 100 Вт. 5 колонок по 12, плюс сабвуфер на 40. Есть пульт дистанционного управления. В целом неплохая бюджетная акустика для компа. В недостатке можно записать короткие провода и некритичное гудение сабвуфера. А еще дизайн на любителя. Лучше бы сделали колонки просто черными. Оранжевые вставки на них ни к селу, ни к городу. И последнее, седьмое место сегодняшнего топа досталось бюджетным колоночкам Red Dragon Kaido с общей мощностью 6 Вт. Их можно купить примерно за 2500 рублей. Для своего сегмента звук приличный, дизайн приятный, есть подсветка. Хотел сказать пару слов о недостатках, но глянул на ценник и передумал. Для такой цены все супер. А, да, есть слот под карту памяти microSD, аудиоразъем 3,5 мм и USB-тайпы. Вот и все с рейтингом лучших беспроводных колонок для компьютера. Пора прощаться. Буду рад, если лайкнешь этот выпуск и подпишешься на канал. Здесь много интересного. Задавай вопросы в комментариях, заглядывай в описание, в нем ты найдешь ссылки на беспроводные колонки из топа, а на канале в телеграм тебя ждут уникальные скидочные промокоды. До встречи в следующих выпусках!